Продолжая как бы тему экологическую, вот вокруг Москвы, вы депутат Московского городского дома, вокруг Москвы происходит что-то сейчас, в общем, зажравшуюся Москву ненавидят все. Потому что, вот я из Калужской области, там сделали самую большую в Европе мусорную свалку, назвав ее заводом по переработке. При таких территориях огромных мы понимаем, что там захоранивают все. А то, что я сейчас наблюдаю вокруг, вот буквально нашего поселения, Ленинский городской округ теперь это называется, творится что-то неимоверное. Мусор с реновацией вывозится, им засыпаются озера. Здесь, вот в островском поселении сельском это происходит. Из очистных сооружений все эти вот фекальные отходы, которые как бы вроде как переработаны, все равно везутся сюда и засыпаются поля. За что любить Москву? И она не понимает, что землю-то есть не будешь, если ты даже вот потом останешься с этими земельными участками. Что нужно заботиться о том, что на этой земле можно произвести. А если ты ее убьешь, что тогда? Вы понимаете это, вот как депутат городской? Вы осознаете, что в этой связи можно сделать и нужно делать. Ну я-то оппозиционный депутат, вы же понимаете. Да. Поэтому, будь моя воля, я бы вообще все изменила. К сожалению, нас хоть и стало больше в этом созыве, но все равно меньшинство, и потом они же тоже проводят работу с каждым. Вот вы говорили про людей. Главное людям не сдавать своих позиций. Вот что. Главное людям не предавать друг друга во имя каких-то там несчастных этих долларов, которые сами по себе никакого счастья не приносят. Но я бы немножко все-таки вопрос поставила по-другому. Почему? Ведь виновата не Москва. В Москве живут те же простые люди, как и в других регионах. В своем большинстве. И они страдают на самом деле. Вот в том-то и беда, что нас пытаются натолкнуть разные группы, разные регионы друг на друга. То есть увести решение проблемы от реального решения. Ведь никто вам не скажет по телевизору, кто действительно является виновником того, о чем вы говорите. А виновником, как мы уже обсуждали, являются олигархи и их прибыль. Стремление получить максимальную прибыль. А говорят, вот Москва. То бишь кто я? Вот я, мои товарищи, мои избиратели. Мы что ли получается? Да мы живем ничуть не лучше, чем в других регионах России. Ну может быть, да, мы получаем зарплату. Но за эту зарплату нас со всех сторон облучают всяческими устройствами. Нас загоняют в метро. Мы ездим по полтора-два часа в одну сторону под землей, как кроты. И полтора-два часа с работы в другую сторону. И так далее, и так далее, и так далее. То есть в Москве очень много таких плохих вещей, которых в регионе нет. Точно так же, как в регионе есть отсутствие работы и зарплаты, но в которой, будем считать, относительно в Москве нет. Хотя тоже безработица все больше и больше. Поэтому надо на самом деле видеть своих реальных врагов. Я вот такой пример привожу. В 93-м году только Москва ведь кровь пролила за советскую власть. Только Москва. Правда, из других регионов приезжали. Но это были единицы. Это были единицы. Что касается всех вот этих вот московских отходов. Я с вами абсолютно согласна. Понимаете, будучи депутатом, просто его никто не поддержит. Я прекрасно знаю, что он не пройдет, этот закон. И не боясь быть непопулярной у москвичей, вы знаете, вообще бы, может быть, стоило подумать о том, чтобы запретить вообще вывозить отходы за пределы Москвы. Тогда, может быть, бы Москва задумалась о том, что она творит в этом плане. Но опять же, непростые люди. Поскольку простые люди, наоборот, вы знаете, меня даже вот смотришь, даже в моей семье. Вот сколько мы одной воды, которой теперь денег стоит, тратим на то, чтобы вымыть все эти вот пластмассовые вещички, там, упаковочки, и потом отнести в отдельный ящик. Вот. Надо мной все смеются и говорят, что ты относишь в отдельный, а их вечером в общую кучу сваливают. А предварительно я перед этим их всех еще промою, понимаете. Но, вот даже мои дети, например, насмерть стоят, что мы должны мыть, и мы это делаем. Вот. Безусловно, каждый человек отдельно сейчас понимает уже, что отходы нас завалили. Но это должно решаться на государственном уровне. Вот, знаете, есть такая болгарская сказка, я помню, в детстве я читала, «Сливы за мусор». Значит, принц выбирал себе невесту. Каким образом он это делал? Он ездил по деревням, и в деревне объявляли, значит, кто больше принесет мусора, тому больше дадим слив. И все мешками тащили, им давали за этот мусор сливы. И вот, наконец, ездили-ездили, приезжают в одну деревню, приходит девушка и говорит, а у меня вот такая горсточка всего мусора, вот у меня дом так чисто, вот, вы знаете, я по всем сусекам поскребла, и вот только вот наскребла. И принц, соответственно, ее взял в жены. Очень хорошая такая сказка, потому что, как притчи, потому что чисто не там, где убирают, чисто там, где не сорят. Помните, советское время, значит, были сертифицированы бутылки. Бутылки винные, бутылки молочные, бутылки такие, бутылки сякие. Приходили, в магазине стояли пустые, железные такие каркасики, ящички, и мы сдавали бутылку, и нам в два раза дешевле продавали молоко. Вот, макулатура за книги. Ты приносишь, тебе дают книжку за то, что ты сдал макулатуру. Ну и так далее, так далее. Это металлолом, понимаете? И потом, вот, например, у меня в семье была сестра моей бабушки, мы, там, моя мама всегда ей говорила, Анастасия Васильевна, почему вы не купите вещь, а почему вы ее перелицовываете, например? Ну, давайте там, может, вас денег не хватает. Она говорила, да я тебе сама могу дать денег, но, говорит, в эту вещь затрачены не только деньги, но и человеческий труд. Понимаете? Сейчас выкинуть вещь никому ничего не стоит. А думали они вообще, где эта вещь гниет? Или пакеты целлофановые? А в Советском Союзе упаковывали в газету, а я уже сейчас думаю, а почему упаковывали в газету? Наверное, не потому что не могли целлофановые пакеты, а потому что не хотели территорию засорять. Ну, не только в газету, в бумагу. В газеты, я, конечно, утрирую. В бумагу упаковочную. Газеты, я помню, даже там из-за границы, то есть эти пакеты, я помню, даже из-за границы привозили. Но, может быть, все-таки не потому, что не могли производить, а не хотели, потому что первый произведенный на Земле пакет, он еще не сгнил. Вот тот целлофановый пакет, который был произведен первым, несколько десятилетий назад, он еще не сгнил. Представляете, как этот целлофан загрязняет нашу окружающую среду? Прежде всего, Москва должна подумать о том, чтобы не сорить и не загрязнять близлежащие регионы. А хотя уже не близлежащие, уже и Архангельская область, и Владимирская, и Ярославская.